Александр Лукашенко подписал два важных документа. Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Беларуси и о государственной защите судей, должностных лиц, правоохранительных и контролирующих органов, сотрудников органа госохраны. Эти законы ранее были приняты Палатой представителей и одобрены Советом Республики нашей страны. Гуманитарный груз китайской вакцины от COVID-19 доставят сегодня в Беларусь. Самолет, на борту которого 300 тысяч доз препарата Синофарму вылетел из Пекина. В феврале прошлого года, по указанию президента, наша страна стала первой, которая направила материальную гуманитарную помощь в КНР. Поднебесная также оказывает поддержку Беларуси в борьбе с коронавирусом. Комитет госконтроля проводит горячие линии по вопросам доступности рынков. Покупатели, производители и представители торговли могут высказать замечания и внести конструктивные предложения уже с сегодняшнего дня. Телефоны будут доступны неделю. В Могилевской области звонки примут в пятницу. Августовский канал готовится к открытию нового туристического сезона. Он стартует 22 мая с регионального праздника народного творчества. Гостей ждут сразу несколько локаций. Например, запланирован турнир по силовому экстриму. Здесь можно будет посоревноваться в забегах или показать мастерство во владении ручной пилой. Сегодня Международный день музеев. В топе самых притягательных и посещаемых туристических объектов нашей страны – Национальный исторический музей истории Великой Отечественной войны, историко-культурный музей-заповедник Месвиш. Всего же в Беларуси действует 160 таких объектов. Только за прошлый сезон собрания хранилищ артефактов пополнили свыше пятидесяти тысяч предметов.